Здравствуйте! Мы вас поздравляем с замечательным праздником, Днём Победы, здоровья вам, счастья, благополучия. Вот так радостно и дружно каждый год сотрудники руководства Брестского отделения БПС Сбербанка навещают в преддверии 9 мая своего коллегу, ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного работника банковской сферы Николая Алексеевича Ивановского. В свои 90-е он всегда рад гостям и с удовольствием интересуется, какие изменения претерпевает система и что нового внедряется в обслуживание клиентов. Родственники любя называют Николая Алексеевича продвинутым дедушкой. В родном для него банке он обслуживается до сих пор, только сейчас уже получая пенсию. С особой трепетной радостью ветеран ожидает праздника 9 мая, ведь именно этот день положил начало новой жизни, в которой появилась большая семья и любимая работа. А ведь каких-то 7 десятилетий назад всё это могла перечеркнуть страшная война. Страшно, конечно, но человек, когда настроен на что-то, он этот страх преодолевает. А вы были настроены на победу? Настроены. Совсем юным мальчишкой Николай Ивановский ушёл на фронт. Был практически всё время на передовой, если не считать по месяцу после первых двух ранений, которые провёл во фронтовых госпиталях. Секунды, минуты, часы, проведённые в окопах и на огневых рубежах, с ним остались навсегда. Об этом он не раз рассказывал своей семье, которая гордится своим любимым отцом и дедушкой. Отец, он только освободили Белоруссию, значит, первым побежал записываться. Вот вчера мы с ним ходили, гуляли по городу, проходили по скверу Иконникова. И вот он ничего не помнит, что было 5 минут назад. А говорит, а вот здесь, в сквере Иконникова, нас перед тем, как отправлять на фронт, вот собирали всю молодёжь с военкомата, потому что мы там все не умещались. И здесь вот мы собирались, вот в этом сквере были здесь палатки, там были какие-то ещё, там это кухня стояла полевая, и отправляли нас. Я говорю, и ты помнишь, куда? Да, нас отправили в Варшаву. Сегодня у Николая Алексеевича большая и очень дружная семья. Любимая супруга, с которой в прошлом году они отпраздновали 65-летие совместной жизни. Дети, внуки, правнуки. Смог реализоваться Николай Ивановский и в профессиональной сфере. Более 30 лет он был управляющим областной конторой Стройбанка СССР. А потому и сегодня Николай Алексеевич в своей структуре на особым счету. Николай Алексеевич для банка является легендарной личностью. Он не только победил в войне, но всем своим трудом, всей своей жизнью, работая в банк в системе. Демонстрировал нам высокий профессионализм. За все эти годы работы в системе он принял активное участие в восстановлении послевоенного города Бреста и Брестской, и городов Брещины. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.